Бодяга для роста волос – отличная альтернатива салонным процедурам. В наше время не каждая девушка может похвастаться роскошными локонами. Многие думают, что уход за волосами требует немалых усилий, однако заботиться о шевелюре можно всеми доступными натуральными средствами. Одним из самых популярных считается бодяга для роста волос. Сегодня мы разберемся, чем же этот препарат заслужил такую высокую популярность. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Принцип действия сейчас на просторах интернета можно встретить множество рецептов масок с бодягой. Однако немногие знают, что из себя представляет этот продукт. Другое название бодяги – девичья румяная или мохводяная. По сути это кишечно-полосная губка, которая обитает в пресных водоемах. Внутри ее находятся микроскопические кремниевые иголочки, которые и оказывают основное воздействие. Внешне мух очень легкий пористый и напоминает губку. Бодяга имеет серо-зеленый оттенок, а при перетирании появляется резкий неприятный запах. Принцип действия водяного мха состоит в местном раздражающем воздействии на кожный покров головы, тем самым усиливая приток кислорода и крови к волосяным луковицам, очищая кожный покров от излишней засаленности. Вследствие этого и происходит усиление темпов роста прядей. Вам будет полезно лучшие рецепты масок для волос и с перцем. Как получает сырье для приготовления бодяги собирают в летнее время в южных регионах. Ее собирают в пресноводных водоемах и промывают под проточной водой. Затем мох хорошо просушивают под солнечными лучами, перетирают и упаковывают. Уже в таком виде бодяга попадает на аптечные прилавки. Состав и полезные свойства в составе бодяги присутствует немного составляющих. Основных действующих компонентов насчитывают три, среди которых кремний и кремнизем, выступающие основой препарата, он воздействует. На выработку кожи эластина усиливает обменные процессы, что в итоге приводит к очищению кожного покрова. Спонгин – природный белок. Оказывает противовоспалительное обезболивающее воздействие. Микроскопические иголки оказывают раздражительное воздействие, усиливая приток крови. Помимо благоприятного воздействия на кожу и шевелюру, бодяга обладает еще множеством полезных свойств, способствует заживлению синяков. Делает кожу более эластичной, питает кожу, стабилизирует функционирование сальных желез, обладает отбеливающим эффектом, устраняет. Перхоть – оказывает антисептическое отшелушивающее воздействие. Апостров – закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. В каком виде продается для использования бодяги в косметологических целях для усиления роста волос на голове рекомендуют. Приобретать ее в форме порошка. Выпускают ее весом 2,5-10 грамм. Пакетик 5 грамм стоит порядка 40-80 рублей. Приобрести ее можно в любой аптечной сети. Также можно встретить гель или бальзам. Бодяга – такая форма удобнее для использования в медицинских целях. Какие проблемы устраняет бодягу, как правило, применяют при следующих проблемах. Шевелюра – перхоть, сиборея, зуд кожи головы. Выпадение прядей, слабые тонкие волосы, замедление роста шевелюры. Действие препарата заключается в его составе. В нем находятся минеральные вещества, соли, кальция. При соприкосновении с кожным покровом микроиглы раздражают эпидермис. Как результат улучшается поступление кислорода кожи. Улучшается кровоток. Нормализуются метаболические процессы в верхнем слое кожи. Сразу после первой процедуры будет ощущение сильного зуда и шелушения кожи. Это говорит о том, что происходит процесс очищения кожи от омертревших клеток. После нескольких применений кожа станет подтянутой и эластичной, станет заметен рост прядей, уменьшится потеря волос. Рекомендуем прочесть, что влияет на скорость роста волос. Противопоказания бодяга для роста волос имеют некоторые противопоказания, среди которых отмечают, нельзя продолжительное время использовать. На одном участке нельзя использовать средства при гиперчувствительности к составляющим компонентам нежелательно применение бодяги. При слишком сухой или чувствительной к коже. Правила использования для того, чтобы эффект был положительный и не было осложнений, важно придерживаться основных правил по нанесению препарата. К таким относят, работать с бодягой нужно в перчатках. Если на коже есть ранки, ссадины, царапины, наносить на этот участок кожи препарат нельзя. Нужно не допускать попадания порошка на слизистые, в глаза, нос, рот. Держать препарат нужно не больше 30 минут в избежании ожогов. Использовать бодягу нужно не больше одного раза в неделю. После процедуры не рекомендуется посещать сауну, пляж, соля и так как кожа становится очень чувствительной. Наносить средство нужно тонким слоем без втирания и в кожу головы. После процедуры нельзя применять крема, маски, не выполнять других процедур. Рецепты масок в уходе за шевелюр очень часто используют порошок бодяги. Маски из этого продукта обладают хорошим стимулирующим воздействием, устраняя перхоть, зуд кожи, останавливают выпадение волос, нормализуют жирность на голове. Далее представлены одни из самых популярных, эффективных и проверенных рецептов масок. Рецепт маски для роста локонов. Для ее приготовления понадобится 1 столовая ложка бодяги и столовая ложка перекиси водорода 3%. Смешать ингредиенты и немного разогреть на водяной бане, теплой нанести маску на корни волос при помощи кисточки или ваты. Смыть нужно спустя 10 минут. Результатом после четвертых сеансов вы увидите значительный рост волос и снижение жирности. Длительность курса составляет 10 сеансов. Маска от перхоти готовится по такому рецепту. Потребуется развести 1 столовую ложку порошка бодяги спиртом до консистенции густой каши. Нагреть состав на водяной бане и нанести на прикорневую область шевелюры. Через 30 минут смыть состав теплой водой и промыть голову шампунем. Для усиления эффекта рекомендую добавлять в массу масло можжевельника либо бергамота. Спустя месяц использования маски при нанесении 1 раз в неделю перхоть полностью исчезнет. Для нормального типа волос подойдет следующий рецепт. Нужно соединить 1 столовую ложку порошка с 2 столовыми ложками теплой воды. Сразу наносить на кожу головы, выдержать 20 минут, смыть смесь теплой водой. Результатом будет активация роста прядей и укрепление волос. В результате всего вышесказанного можно отметить, что бодяга является отличным средством для усиления роста шевелюры. Помимо основного воздействия улучшается состояние кожи, укрепятся корни и ваши волосы будут сиять. Можно с уверенностью сказать, что маски из бодяги являются отличной альтернативой дорогостоящим салонным процедурам. Единственным отличием от процедур в салоне выступает то, что вся ответственность за выполнение ложится на ваши плечи, поэтому нужно очень внимательно изучать инструкцию и правильно выполнять процедуру. Без боли и раздражения ускорить рост волос помогут натуральные масла. Узнайте о них больше. Благодаря нашим статьям, помогает ли репейное масло для роста и густоты волос. Какое масло для волос лучше? Касторово-ли репейное состав и полезные свойства льняного масла для волос. Как применять оливковое масло для роста волос? Рецепты Эффективных масок с маслом чайного дерева для роста волос Правила использования комфортного масла для волос Маска из бодяги для волос Лучшая маска от выпадения волос Принцип действия Сейчас на просторах интернета можно встретить множество рецептов масок с бодягой. Однако немногие знают, что из себя представляет этот продукт. Другое название бодяги – девичьей румяной или мохводиной. По сути, это кишечно-полосная губка, которая обитает в пресных водоемах. Внутри ее находятся микроскопические кремниевые иголочки, которые и оказывают основное воздействие. Внешне мух очень легкий пористый и напоминает губку. Бодяга имеет серо-зеленый оттенок, а при перетирании появляется резкий неприятный запах. Принцип действия водяного мха состоит в местном раздражающем воздействии на кожный покров головы, тем самым усиливая приток кислорода. И крови к волосяным луковицам, очищая кожный покров от излишней засаленности. Вследствие этого и происходит усиление темпов роста прядей. Вам будет полезно. Лучшие рецепты масок для волос и с перцем. Как получает сырье для приготовления бодяги собирают в летнее время в южных регионах. Ее собирают в пресноводных водоемах и промывают под проточной водой. Затем мох хорошо просушивают под солнечными лучами, перетирают и упаковывают. Уже в таком виде бодяга попадает на аптечные прилавки. Состав и полезные свойства. В составе бодяги присутствует немного составляющих. Основных действующих компонентов насчитывают три, среди которых кремний и кремнизем, выступающие основой препарата. Он воздействует на выработку кожи. Эластина усиливает обменные процессы, что в итоге приводит к очищению кожного покрова. Спонгин – природный белок. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее воздействие. Микроскопические иголки оказывают раздражительное воздействие, усиливая приток крови. Помимо благоприятного воздействия на кожу и шевелюру, бодяга обладает еще множеством полезных свойств, способствует заживлению синяков. Делает кожу более эластичной, питает кожу, стабилизирует функционирование сальных желез, обладает отбеливающим эффектом, устраняет. Перхоть оказывает антисептическое отшелушивающее воздействие. Правила использования для того, чтобы эффект был положительный и не было осложнений, важно придерживаться основных правил по нанесению препарата. К таким относят, работать с бодягой нужно в перчатках. Если на коже есть ранки, ссадины, царапины, наносить на этот участок кожи препарат нельзя. Нужно не допускать попадания порошка на слизистые, в глаза, нос, рот. Держать препарат нужно не больше 30 минут в избежании ожогов. Использовать бодягу нужно не больше одного раза в неделю. После процедуры не рекомендуется посещать сауну, пляж, соляй, так как кожа становится очень чувствительной. Наносить средство нужно тонким слоем без втирания в кожу головы. После процедуры нельзя применять крема, маски, не выполнять других процедур. Рецепты масок в уходе за шевелюр очень часто используют порошок бодяги. Маски из этого продукта обладают хорошим стимулирующим воздействием, устраняя перхоть, зуд кожи, останавливают выпадение волос, нормализуют жирность на голове. Далее представлены одни из самых популярных, эффективных и проверенных рецептов масок. Рецепт маски для роста локонов. Для ее приготовления понадобится 1 столовая ложка бодяги и столовая ложка перекиси водорода 3%. Смешать ингредиенты и немного разогреть на водяной бане, теплой нанести маску на корни волос при помощи кисточки или ваты. Смыть нужно спустя 10 минут. Результатом после четвертых сеансов вы увидите значительный рост волос и снижение жирности. Длительность курса составляет 10 сеансов. Маска от перхоти готовится по такому рецепту. Потребуется развести 1 столовую ложку порошка бодяги спиртом до консистенции густой каши. Нагреть состав на водяной бане и нанести на прикорневую область шевелюры. Через 30 минут смыть состав теплой водой и промыть голову шампунем. Для усиления эффекта рекомендую добавлять в массу масло можжевельника либо бергамота. Спустя месяц использования маски при нанесении 1 раз в неделю перхоть полностью исчезнет. Для нормального типа волос подойдет следующий рецепт. Нужно соединить 1 столовую ложку порошка с 2 столовыми ложками теплой воды. Сразу наносить на кожу головы, выдержать 20 минут, смыть смесь теплой водой. Результатом будет активация роста прядей и укрепление волос. В результате всего вышесказанного можно отметить, что бодяга является отличным средством для усиления роста шевелюры. Помимо основного воздействия улучшается состояние кожи, укрепятся корни и ваши волосы будут сиять. Можно с уверенностью сказать, что маски из бодяги являются отличной альтернативой дорогостоящим салонным процедурам. Единственным отличием от процедур в салоне выступает то, что вся ответственность за выполнение ложится на ваши плечи, поэтому нужно очень внимательно изучать инструкцию и правильно выполнять процедуру. Без боли и раздражения ускорить рост волос помогут натуральные масла. Узнайте о них больше. Благодаря нашим статьям, помогает ли репейное масло для роста и густоты волос. Какое масло для волос лучше? Касторово-ли репейное состав и полезные свойства льняного масла для волос. Как применять оливковое масло для роста волос? Рецепты Эффективных масок с маслом чайного дерева для роста волос Правила использования комфортного масла для волос Полезные видео маска из бодяги для волос Лучшая маска от выпадения волос